Если вы смотрите это видео, то это означает, что теперь вы сможете выиграть донат абсолютно на любой сервер. Чтобы выиграть донат, вам нужно будет поставить лайк на видео, подписаться на мой телеграм-канал, написать комментарий, ну и в принципе остальные условия вы увидите в телеграме. Ну а количество доната будет напрямую зависеть от количества лайков, то есть один лайк будет равен одному рублю доната. Я думаю, я понятно объяснил, и теперь желаю вам приятного просмотра. Ссылочка на телегу будет в описании и в закрепленном комментарии. Всем привет, ребята! Я первый раз снимаю видео такого плана, и я хочу увидеть от вас максимальную поддержку, поскольку я очень старался разобраться в проблеме подписчика. Поскольку скам начинает набирать очень большие обороты, сегодня вы увидите кое-что интересное. Так скажем, всё новое это хорошо забытое старое. Но новые игроки, которые приходят в самп индустрию, не сильно шарят за это, поэтому этот видос будет в принципе в особенности для них, ну и для тех, кому это интересно. В общем-то, не буду сильно затягивать. Приятного аппетита и приятного просмотра. Забудь про аккаунт. Всё, считаю, его нету. Именно такой ответ от администрации вы бы услышали, если бы не сделали привязки к аккаунту. Но человеку, сегодняшнему герою, так скажем, очень повезло. У него были привязки, и он смог поменять пароль и восстановить свой аккаунт. Давайте я вам быстренько и коротко расскажу, в чём вообще заключается скам. Справа вы видите переписку, где моему подписчику пишет Лев. А Лев это, кстати, очень, так скажем, главный администратор. И вот, от его лица пишут моему подписчику, мол, типа, нужно там восстановить какие-то данные, напишите свой пароль. Так скажем, это очень глупый скам, но на такой скам ведутся. Можете перемотать видео и прочитать переписку внимательнее, и тогда вы всё поймёте. Так вот, после того, как мой подписчик всё-таки написал пароль, так скажем, красному администратору, на его аккаунт вошёл какой-то подозрительный человечек. И украл всё имущество. Имущество, а имущество, кстати, там было на миллионов, так, 20. У него была дорогая машина, квартира, семья и ещё там всякие аксессуары и скины. На самом деле, потерять аккаунт, над которым ты честно старался очень долгое время, прям максимально обидно. И поэтому я решил заняться этой проблемой. Я написал своим друзьям-администраторам, и через некоторое время мне вынесли вердикт. Имущество Дениса перешло на какой-то твинк-аккаунт, и после этого перешло на основной аккаунт. Махинатор думал, что он максимально подготовленный, поэтому с твинка использовал VPN, чтобы не спалить айпишник основного аккаунта. Ну вот, дело в том, что имущество-то у него откуда-то появилось, то есть он перевёл себе на аккаунт около 10 миллионов рублей. А вот откуда они взялись, вот это уже вопросик. Ну а вот этот парниша. Узнаёте? Лаки Хамсай спокойно себе играет в казино, у него даже аксы есть, ну и скин бомжатский. В принципе, по сути, ничего интересного, но вот только что он играет в казино, прям вот так спокойно, ни о чём не думает, это меня напрягает. Наверное, хватит этому парнишке спокойно бегать по сервачку, поскольку он занимается нечестными делами. Он скамит людей, а это уже наказуемо. Ну что же, ребята, вы готовы? Сейчас пообщаемся с этим ребятишкой. Добрый вечер, Лаки, АФК Оффбан, да, всё, он понимает, это уже хорошо. Значит, у нас будет диалог, и в принципе, этому я уже очень рад. На вопрос, знаком ли ему этот игрок, а именно Денис, он отвечает, что да. Да, интересно, откуда же он его знает? И вот мне интересно, знает ли он вообще льва, поскольку этот чел создал фейк-аккаунт красного администратора, это прям максимально интересный вопрос. Но, ребят, никакого льва он, к сожалению, не знает. Интересно, почему же я слышу такой ответ? Я ему начал писать, что, типа, вы создали фейк-страницу красного админа, а он мне отвечает, что моя страница в ВК это просто буквы. Ну да, Лаки, мы и так, в принципе, всё знаем без тебя. А то, как ты перекинул имущество к себе на твинк, и потом перекинул к себе на основу, и думал вообще, что об этом никто не узнает, ты об этом вообще в курсе. К сожалению, ребята, он вообще не понимает, о чём идёт речь. И, как бы, это, знаете, заводит в какой-то ступор, поскольку мы-то с вами всё знаем, а чел просто отмазывается, но, как бы, пытается отмазаться, но у него ничего не получится. Ну а на вопрос, где же вы взяли деньги, он отвечает, знаете, такой дефолтик, я их поднял в казино. Ну, если честно, если бы меня тэпнул админ, я бы тоже так ответил. Хотя, нет, я пошутил. С его стороны, это звучит максимально глупо, поскольку я прям 100% знаю, откуда он взял эти деньги. Я удивляюсь тому, как быстро люди забывают, откуда у них появляются деньги. Некоторые работают на шахте, а некоторые придумывают целые схемы, чтобы кого-то ограбить. Хотя, знаете, может быть такое, что этот лакик просто купил себе верты, и, как бы, за это он тоже будет по-любому забанен. Но он говорит, что он деньги поднял в казино. А помните, в начале нашей встречи он сказал, что он знает Дениса, а сейчас говорит, что он вообще его не знает. И, как бы, как это получается? Знаете, как-то уже надоело слышать одно и то же. Как я заскамил, я никого не скамил, деньги я поднял в казино. Ну, короче, чел никак не хочет сознаваться. Поэтому, я думаю, пришло время забанить все его аккаунты. Ну, что же, пришло время прощаться. Пишем его айдишник, пишем причину махинации, и, в принципе, отправляем в бан навсегда. Вы должны понимать, ребята, что нету такого количества ютуберов, которые смогли бы разбираться во всем. Да, и я тоже всем помочь не смогу. Поэтому делайте привязки на свои аккаунты, и внимательно следите, с кем вы общаетесь. Никакой красный администратор никогда не попросит у вас пароль от аккаунта. Дениске я верну часть имущества, поскольку, можно сказать, он сделал нам с вами контент. Ну, и как бы жалко, когда чел играл целый год, и как бы потерял очень много своих усилий. Ну, а самое тупое, знаете что? Вот этот чел, который его заскамил, добавился ко мне в ВК, в друзья. И как бы у него айдишник его, ВК, называется скам. Это уже о чем-то говорит. Забудь про аккаунт. Все, считай, его нету.